Друзья, всем привет! Сегодня я проведу обзор двух пневматических систем. Это управление с педалей и управление с ладоней. Это наконечник классик от Стива Линсии. Это управление с ладоней от Ромы Донченко. Сегодня мы поговорим об их отличиях в работе и немножко поговорим об отличиях с другими пневматическими системами. Итак, сегодня у нас в обзоре два участника от двух производителей. Это наконечник от Стива Линсии классик и управление с ладоней от Романа Донченко. Сегодня я поговорю о их отличительных особенностях между собой. И также мы частично их сравним с другими пневматическими системами, известные как Гравер Макс, потому что отличия есть. И для полноты обзора мы о них тоже поговорим. Итак, наконечник классик управляется с педали, то есть педалью подается воздух в камеру и он начинает работать. В этом наконечнике педаль отсутствует и ее функцию выполняет непосредственно сама ручка. То есть при нажатии на сам наконечник он начинает работать. Здесь в обеих этих наконечниках система называется возвратно-поступательная. Что это значит? То есть в обеих камерах отсутствует пружина. И при работе нам необходимо в этом случае выставлять холостой ход. О нем я сейчас обязательно расскажу. В отличие от Гравер Макса, здесь отсутствует пружина и тот же самый воздух, который подается для того, чтобы создать толчок поршня через другой канал в камере, он возвращает его в исходное положение. В Гравер Максе такую функцию выполняет пружина. Итак, для того, чтобы он был в активном состоянии, нам необходимо, чтобы поршень внутри был активен. Для этого мы выставляем ход. Для управления с педали мы выставляем холостой здесь ход. На этой ручке холостой ход выставляется непосредственно в самой ручке. Как это работает? Подаем немножко воздуха. Слышите, он начинает уже работать. При нажатии на педаль увеличивается давление в камере, и поршень начинает уже активно работать и бить по резцу. В этом наконечнике я уже выставил холостой ход, потому что здесь, когда включаешь, он уже выставлен. При выключении он стравливает здесь воздух, и он, соответственно, уже приводится в спокойное состояние. То есть достаточно небольшого нажатия, и он начинает функционировать. Как это работает на практике? Я тут приготовил латунную пластину, сейчас вам все покажу. Как это работает на металле? Сейчас сначала включим управление с педали. Управление с ладонями. Продолжение следует... Итак, есть еще отличительные особенности от других пневматических систем, это его управление. Если для более тонких работ на Гравермаксе, там есть отдельная ручка, называется Монарх. У нее за счет более уменьшенной камеры и самого поршня он дает возможность мастеру делать очень тонкую работу. В этом случае вот эти два наконечника, они выполняют функцию трех наконечников. То есть, благодаря увеличению или уменьшению хода поршня, мы можем делать как ультратонкую работу, среднюю, там по закрепке или какой-то неглубокой гравировке. И, соответственно, чем больше у него ход поршня, тем, соответственно, будет удар сильнее. Вот, на мой взгляд, это серьезная, отличительная особенность от Гравермакса. Если же в этом случае нам не хватает нужной мощности для работы на каких-то больших объемных изделиях, либо на стали, если нам нужно извлечь очень много металла, для этого есть другой поршень, твердосплавный. Он более тяжелый, соответственно, и удар будет по рису гораздо сильнее. Это продается отдельно. Так, это что касается диапазона мощности. Еще одна отличительная особенность этих наконечников в количестве потребляемого воздуха. То есть, для запуска и работы этих наконечников его требуется немного. В то время как Гравермакс, в силу своих отличительных особенностей в управлении, ему требуется воздух гораздо больше. Но это больше вопрос к тому, каким компрессором вы пользуетесь. Для начинающих мастеров я бы все-таки рекомендовал управление с педали. Этот инструмент, на мой взгляд, больше уже для опытных мастеров, кто знаком с пневматической системой, адаптироваться к нему будет достаточно быстро и легко. Но, насколько мне известно, у Романа есть система, позволяющая этому наконечнику работать от педали. И при желании можно переключиться и полноценно работать от ладони. Вот такой краткий обзор отличительной особенности этих наконечников. Надеюсь, вам было интересно, познавательно. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментарии, либо пишите мне в сообщении. Я на них отвечу. Всем большое спасибо. Пока.